Вы должны рассказать о нашей процедуре полностью Я знаю, какой цвет нужен вашим бровям В этот момент она не слышит вообще ничего Это абсолютно бесполезно в этот момент что-то говорить Клиентка пишет, что у нее ничего не осталось Я, конечно, не истинна в последней инстанции Но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка Не начинайте разговор о признании своей вины И, тем более, возврате денег до того, как вы увидели человека живьем Здравствуйте, дорогие коллеги Я Ольга Ханофи И я приветствую вас снова на канале Ханофи Colors Pigments Я мастер с 17-летним стажем Руководитель, собственно, студии в Москве И сегодня хотела бы поговорить с вами Скажем так, с высоты своего большого опыта На такую интересную тему, которая важна для нас каждый день Важна для каждого мастера и для каждого нашего клиента Тема называется «Психология отношений с клиентом» Это большая психологическая часть нашей работы, очень важная Но, как правило, бывает так, что новые мастера, молодые мастера Только что закончившие базовый курс Скажем так, пропускают эту тему мимо ушей Почему? Потому что нету еще наработанного опыта Нету полученных ошибок Нету проблем с клиентами И все это воспринимается как белый шум Как только начинаются первые конфликты Как только начинается первое непонимание То в этот момент мастер начинает вспоминать А что же мне по этому поводу говорили? И начинает задавать вопросы в чатах Начинает спрашивать советы у коллег И так далее Поэтому я решила просто побеседовать с вами Не какие-то правила, не какие-то четкие законы Просто побеседовать с вами о том Как, на мой взгляд, правильно должно строиться общение с клиентом Поскольку мы работаем с живыми людьми Мы работаем с женщинами Мы работаем с разными характерами И сами мы имеем свой собственный характер А также каждый день возможно разное настроение И все это сталкивается в один прекрасный момент в нашем кабинете И могут возникнуть какие-то недопонимания Могут возникнуть какие-то проблемы Как во время процедуры, так и после нее И еще на протяжении долгого времени Поэтому я хотела бы с самого начала Поговорить о том, как мы общаемся с клиентом Все мы понимаем, что клиент, пришедший на процедуру Уже на нее записался Конечно же, что-то поузнавал Где-то что-то прочел В салоне его встретил уже администратор Они подписали информационные соглашения И клиент уже готов Однако процедура наша очень сложна И вы все это прекрасно знаете И наши клиенты не обязаны знать Что происходит, как происходит Что будет сейчас, через пять минут, через полчаса Через два, через день, через неделю, через месяц Все это очень волнительно Это же все-таки лицо, говорят они И мы прекрасно понимаем, что они правы Поэтому самый главный совет Самое главное правило и закон Как можно больше объясняйте клиенту Все подряд Вы должны рассказать о нашей процедуре полностью Вы должны рассказать, что вы сейчас будете делать Почему вы это будете делать Как вы будете отрисовывать эскиз Зачем это делается Чем вы будете отрисовывать эскиз Как потом будет происходить процедура Что будет происходить с пигментом Какой вы возьмете и почему Как будет накладываться анестезия Будет ли она накладываться Как вы будете работать Чем, какой машинкой Показать стерильные иглы Рассказать о том, как пигмент проникает в кожу Что с ним потом происходит Про уход Как человек должен себя вести после процедуры Как все будет заживать Через сколько времени он увидит эффект Когда прийти на коррекцию И все это бесконечно Вы понимаете, я сейчас произнесла Ну, наверное, треть из всего того Что нужно рассказать клиенту До начала самой технической части Когда вы уже сели И зажужжала машинка И вы начали непосредственно работать с кожей До этого момента И после остановки машинки Вы не должны замолкать ни на секунду Потому что вы должны постоянно Информировать клиента Обо всем, что вы делаете Не для того, чтобы отчитаться перед ним А для того, чтобы он понимал и доверял Как только человек начинает чувствовать и слышать Что вы профессионально говорите Что вы уважаете его страхи Его сомнения Поскольку он первый раз пришел И ему волнительно Он чувствует ваш профессионализм Ваше уважительное отношение И начинает вам все больше и больше доверять При этом нужно понимать Что волнение от этой процедуры Часто превалирует И как бы вы ни старались Как бы вы ни успокаивали Как бы подробно вы ни объясняли Вдруг потом оказывается Что человек ничего не запомнил Через некоторое время Раздаются звонки Или вы получаете сообщение О том, что все пропало Гипс снимают Клиент уезжает Все мы с этим сталкивались многократно И начинаются удивления И расстройства у мастеров Ну я же все рассказывала Ну как же так Так вот Тут лайфхак И такой мой совет Когда вы что-то рассказываете важное В принципе все, что вы говорите Это важно Но есть вещи, которые архиважны То есть Разговор о том Как ухаживать Что нужно делать А чего делать нельзя Как будет происходить заживление И через сколько времени Вы увидите эффект Вот эти вот вещи очень важны Ну для того, чтобы все правильно зажило Для того, чтобы человек не совершил ошибок Во время ухода за процедурой А также для того, чтобы обеспечить вам Спокойные дни Пока не наступит дата коррекции Потому что иначе человек Если он не понял Не запомнил То он начнет нервничать Так вот Когда вы произносите Все эти важные вещи Следите за тем Чтобы человек действительно Вас в этот момент слышал Очень часто Я прошу клиентов Просто посмотреть на меня Визуальный контакт Глаза в глаза И тогда вы точно уверены Что в этот момент Вас клиентка слышит Совершенно бессмысленно Рассказывать про уход И каких-то вот этих вот важных вещах О которых я произнесла Когда процедура закончена И женщина стоит у зеркала Или держит руках зеркало Разглядывает свои новые брови Или губы В этот момент она не слышит Вообще ничего Это абсолютно бесполезно В этот момент что-то говорить Мой совет Лучше такие важные вещи Проговаривать Перед началом процедуры Например Во время Анестезии Тут вообще замечательно Она лежит Особенно если анестезия На губах Она вообще лежит Молчит Залепленная пленочкой И вы спокойно можете Все подробненько рассказать Но это шутка Конечно Естественно Диалог Возможен и нужен Просто Следите внимательно За тем Чтобы вас клиентка Действительно слышала Чтобы не было потом Дальнейших проблем Самый распространенный Момент С которым сталкиваются Вот психологический Конфликтный момент С которым сталкиваются Начинающие мастера При первых процедурах Когда клиентка пишет Что у нее ничего не осталось Для опытных мастеров Это уже такая Скажем так Банальщина Это такое уже Ну не смешно Это прямо вот уже Как анекдот Молодые мастера Сталкиваются с этим Обязательно И не один раз И вы столкнетесь Если вы начинающий мастер И сейчас меня слушаете Вы тоже с этим столкнетесь Даже несмотря на то Что вы сейчас слушаете меня И допустим Очень внимательно слушаете И проникнетесь тем Что я сказала И воспользуетесь Моими советами Вы все равно Вляпаетесь в эту ситуацию У вас еще Наверняка Нету Достаточного Собственного Внутреннего понимания Что вы Профессионал Вы стараетесь Вы начинаете Практиковать Вы рассказываете Все что нужно Вас научили Я вам сейчас сказала Вы будете Это все делать Но вы еще Пока что Делаете это Не очень уверенно Клиентки Считывают это Мгновенно Небольшая Неуверенность Какие-то Интонации В вашем голосе Какие-то Может быть Не всегда Готовность Ответить На какой-то вопрос Клиентки Резко поставленный Вы теряетесь Все это Тут же Они считывают Не так Уважительно Относятся Не так Доверительно И поэтому После процедуры Могут возникнуть Мысли о том Что Ну Она там Что-то Явно Не доделала Вот сейчас Я ей Позвоню Ей все Выскажу Если с вами Такое Случится Пожалуйста Не переживайте Четко И ясно Повторяйте Все то Что вы Уже сказали Главное Чтобы вы знали Что говорить Потому что Когда Мастера Пишут в чатах Мне клиентка Позвонила Что у нее Ничего не осталось Что же мне делать Что же я неправильно Сделала на процедуре Почему же не осталось Остатка Вот Ну Начинаешь понимать Что как бы Человек сам Не очень хорошо Знает Что он делает И не знает Правил заживления Кожи И так далее Для того Чтобы избежать Этого самого Нервного момента Я честно скажу Я такая сейчас умная Вам все это рассказываю Но я прошла Через эти Скандальные Прям скандальные моменты С вот этим Заживлением Когда ничего не осталось И какой ужас И вплоть до того Что верните деньги Ну проходила я это В начале своей деятельности Крупных таких На моей памяти Ну раз пять То есть это не один Не два случая Это раз пять Пока Уже моя внутренняя уверенность В своей правоте Убежденность в том Что Все это действительно Именно физиология И правда Я не совершила ошибку И правда Через две недели Будет уже все хорошо Когда я увидела Эти результаты У меня пропали сомнения То что я что-то Заливаю своим клиентам Я действительно Рассказываю правду Я не вру Я не просто пытаюсь Себя отмазать От какого-то Конфликтного момента И снять себя Вину за плохую процедуру Нет Я говорю правду Действительно Все будет И эта уверенность Со временем Все больше и больше Проникала в меня И соответственно Объяснения Всех этих процессов Становились более уверенными И Как я уже сказала Клиент это считывает И тоже уже сразу Слышит И доверяет И так далее Верить тому Что клиентка вам говорит Что да-да-да Там Маша Таня Я вас слышу Ну что же я глупая Что ли Я вас слышу А потом оказывается Что не слышала Никогда Ни при каких обстоятельствах Не начинайте разговор О признании своей вины И тем более Возврате денег До того Как вы увидели Человека живьем Никакие рассказы О том Что все плохо Никакие фотографии О том Что все плохо Не работают Вы встречаетесь С человеком лично Смотрите сами Оцените обстановку И только после этого Принимайте решение Для того Чтобы минимизировать Все эти разговоры Все эти нервотрепки Даже с учетом того Что вы уже все поняли Что я вам сейчас рассказала И уже нервничать не будете Переживать не будете Все равно Хочется совсем Это все минимизировать Поэтому мой вам совет Произносите такую фразу Все обсуждения Результатов Нашей сегодняшней процедуры Будут у нас с вами Не раньше Чем через три недели Или можно вообще сказать На коррекции Которые делаются Не раньше Чем через месяц Даже если вам покажется Я вот так всегда говорю Даже если вам покажется Даже если вы будете нервничать Даже если то Даже если все Пожалуйста Помните Что я все равно Не буду с вами Об этом разговаривать Потому что В коже идут Очень сложные процессы И это бессмысленно Мы будем ждать Наберитесь пожалуйста терпения И такое приходится Проговаривать Мне даже сейчас Даже самым любимым клиентам Все равно По два раза За процедуру обязательно Не стесняйтесь Это говорить Это только вам На пользу пойдет В вашей нервной системе Это я вам сейчас Долго Рассказываю Про Такую серьезную Проблему Заживления Серьезную проблему Проявки пигмента Отшелушивания Тогда когда прям Вот У клиентки Прям все бурлит Внутри Из-за того Что деньги же потрачены И время А тут такое Ну я надеюсь Что вы поняли Основную тему Основную мою мысль И Уже не будете делать Этих ошибок Побережете себя А теперь я хотела бы Вам сказать Про то Что мы говорим До процедуры До процедуры Как мы строим беседу С только что Пришедшим клиентом Как мы обсуждаем Визаж Форму Цвет И так далее Очень часто Я слышу Такие вещи Приходит Клиентка Мастер ей говорит Что бы вы хотели Что бы вы хотели Какой бы цвет Вы хотели А какую бы форму Вы хотели Должна сказать Что Я конечно Не истинна В последней инстанции Но на мой взгляд Это Грубейшая ошибка Человек приходит К вам Как к профессионалу Она приходит Доверить вам Своё лицо Она должна чувствовать Что вы знаете Что она хочет Вы должны понимать Что она может хотеть Откуда вы можете Это знать Вы же не экстрасенс Так оттуда Что вы Обучаясь На мастера Перманентного макияжа Должны В полной мере Изучить Раздел Визажистики По строению формы На лице Пигментологии Колористики И всех остальных Важных моментов Поэтому Спрашивать совета У клиента Что бы она хотела Категорически На мой взгляд Неправильно Когда Клиентка пришла Вы можете Ей начать Рассказывать И должны Начать рассказывать Не сразу У вас это получится Я просто рассказываю Как вот С опытом Я научилась Это делать сама И вам просто рассказываю Чтобы вы тоже Послушав меня Начали этому учиться Я начинаю рассказывать Что я вижу На лице Допустим Женщина пришла На брови Я говорю Что у вас Прекрасные брови Они правильно Сидят на лице У них Правильное Расположение На лбу Но Вот тут У нас Немножечко Не хватает Насыщенности Вот тут Немножко Смещена Верхняя точка Нужно ее Там сдвинуть На пару миллиметров У нас слишком Коротенькие Хвостики Или наоборот Там слишком Густые И сросшиеся На переносице Головки Подробно Подробно Вот это Рассказывать 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 В 90% случаев Клиентки говорят Точно Я вот прям Именно это Вам и хотела сказать А вы вот Меня опередили 10% клиенток Скажет Что нет Что-то вы мне Говорите какую-то Лажу И мне это все Не нравится Там Я вот по-другому Хотела бы Пожалуйста Естественно Мы его слушаем Конечно Мы пытаемся Услышать И понять Клиента Есть моменты Абсолютно Компромиссные Где можно Пойти до друга Навстречу Я всегда говорю Такую фразу Что я Знаю Как надо Я училась Этому Я имею Насмотримость И большой опыт Поэтому я считаю Себя правой Но Я рисую Не картину Которую Потом повешу Себе На кухню Я рисую На вашем лице Вам с этим жить Вы уйдете отсюда И будете с этим жить И конечно Вам должно быть Комфортно Конечно Поэтому Мы его слушаем Клиента Безусловно Когда идут Какие-то Разногласия Когда клиент Не согласен Но Если вы Грамотно Построите форму Грамотно Объясните Почему вы ее Так строите И Сделайте это Красиво То любая клиентка С вами согласится По поводу Подбора цвета Это я сейчас Все вам рассказываю Про брови Хотя По поводу Построения формы губ В общем То же самое Вы можете точно Так же сказать Что вот Посмотрите У вас прекрасные губы Однако Здесь вот Немножко асимметрия Тут не хватает Нижние чуть больше Ну вот эти вот Все вот вещи Да-да-да Я точно про это знаю Я вот как раз И хотела Вот тут Начинается еще Конечно Разговор О Увеличении губ Да С помощью Татуажа Это категорическое Нет И это жестко Есть вещи Которые вы должны Обозначать жестко Вот тут компромисс Тут компромисс А вот тут компромисса Быть не может Только так и не иначе И такие вещи тоже есть Которые вы должны Очень Уверенно говорить Для того Чтобы вас Не прогибали Клиентки любят Прогибать И продавливать Есть вещи Где можно прогнуться А есть вещи Где ни в коем случае Нельзя Вот Что касается цвета Подбор цвета для бровей И губ На мой взгляд Немножечко Имеет отличие Потому что Губы Это зона Довольно-таки Декоративная И Обычно даже Вот в палитрах Пигментах И в нашей тоже Палитре Губная палитра Она длиннее Там больше Вариаций цветов Потому что Это более декоративная зона И Мы более свободны В выборе цвета И часто бывает Что Клиентка Приходит Со своей любимой Помадой Или с карандашом Я это всегда приветствую Потому что Мне так проще Понять Если конечно Что-то там Невообразимое Ну какую-нибудь Там темную Сиреневую помаду Ну я постараюсь Объяснить Что это неправильно Но в основном Женщины адекватные И они показывают Красивые Какие-то Карандаши Блеские помады На основании Этих их Привычек Можно подобрать Какой-то цвет Что касается Бровей Тут все более жестко Я более жестко В этом Смысле С клиентками И я цвет бровей Никогда не обсуждаю Категорически Не обсуждаю Совсем Потому что Я считаю Что брови У определенного Типажа У определенной Женщины Могли быть Только такого цвета И никакого иного Нельзя Чтобы пришла Женщина рыжая С светлокарими Глазами И там Вся такая Веснушчатая Просила Темно-серые брови Ну это невозможно Точно так же Как Сероглазая Девушка Там с черными волосами Будет просить Рыжие брови Есть вещи Которые Ну не будут Совсем подходить Не будут Сочетаться Будут выбиваться И этот момент Понимаете Что вам Вот этот цвет Будет Не очень Даже когда Я произношу Допустим Слово Коричневый Я всегда Объясняю Что коричневых Оттенков Очень много Когда я Говорю вам Коричневый Я вкладываю В это понимание Там Такое-то Такое-то Сравниваю С чем-то Я не знаю С шоколадом С каштаном С чем угодно Рассказываю 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 И как правило Попадаю Ну потому что Я знаю Колористику Но я имею Ввиду Что я попадаю Именно в объяснение Их загораются Глаза И женщина Говорит Что да-да-да-да-да Вот я вам Только хотела Сказать Только не рыжий Ну конечно Не рыжий Ну что же Мы же Понимаем Но все-таки По поводу Колористики Бровей Инициатива Должна Исходить От вас Конечно там более мелкая зона Но и работа сложнее И там тоже Разговор о том Что сделайте мне серенькое Или мне обязательно Только черненькое Слушайте Но делайте по-своему Потому что вы Колорист И вы знаете Физиологию кожи Можно Как я уже сказала Достаточно подробно Все это рассказывать Но Не забывайте Что иногда Дамы попадаются Достаточно Упрямые Вам важен результат А не Сейчасшнее Потакание Или Лишние споры Еще один совет По поводу Контакта с клиентом Если вы Встречаетесь С сложной кожей А эти встречи Очень часто В нашей профессии На самом деле В крупном Например Большом мегаполисе Хорошую Удобную Для работы Кожу Встретить Очень непросто И у меня Бывает даже Я говорю Боже Какая у вас кожа А что такое С моей кожей Я говорю Да просто редкость Большая Понимаете Мне очень удобно С вами работать Как правило Кожа сложна Поначалу Когда мы Начинающие мастера Вот у меня Такое точно было Я вам расскажу У меня было ощущение Что Я же наверное Просто не умею Работать Почему я всеми Все сваливаю на кожу Наверное Все таки Это моя вина Ну что мне Надо же что-то Сказать клиенту Ну скажу Что кожа плохая Но наверняка Это моя вина Так вот Хочу что Вас успокоить Чтобы вы знали Конечно Когда вы Начинающий мастер Вы безусловно Не обладаете Достаточным опытом И конечно Можете совершать Какие-то ошибки Но поверьте Вам очень мешает В работе Сложная кожа А когда вы Начинающий мастер Она вам мешает Вдвойнее Втройнее Чем опытному мастеру Изучайте Строение кожи Внимательно Смотрите Всякие Видео Читайте Информацию По тому Как выглядят Разные типы Неудобной кожи И как с ними Работать И вы Вполне Можете себе Позволить Прямо на начальном Этапе Когда вы поняли Что кожа сложна И что в ней Сложного Прямо Оповестить об этом Клиента И сказать Что Я очень буду Стараться Но вы Должны Знать Что у вашей Колы Есть такие Особенности В большинстве Случаев Они говорят Да-да-да Я знаю Да-да-да Сосудистые Ой-да Чувствительные Но иногда Не знают Да Что такого Вот понимаете Это может повлиять На приживаемость На мою работу Может быть То-сё И им уже Спокойнее Они уже Как бы готовы К каким-то Негативным моментам А уж если Этих негативных Моментов Не будет Или они будут Не в такой степени Как вы там Сгустили краски Наоборот Они будут Все счастливы Ой, вы меня так пугали Так пугали Так всё хорошо Получилось Вам же будет лучше Я хочу вам Ещё раз Порекомендовать Огромное внимание Уделять тому Что и сколько Вы говорите Не Филонить Не отмазываться От разговора Серьёзного С клиентом Ваша обязанность Информировать Очень тщательно Бумажки Которые они Подписали На стойку Администратора Совершенно Недостаточно Мы привыкли Подмахивать Эти бумажки Не глядя И потом Разглядывать их Только тогда Когда дело дошло Не дай бог До суда Поэтому Всё это Мы заполняем Эти бумаги Но мало Когда читаем Их внимательно А всё Что очень Важное Нужно сказать Вы должны Сказать Сами Не пренебрегайте Этим И тогда Вам будет Легче Последствия И это Повлияет На То самое Сарафанное радио О котором Мы всем говорим Реклама Таргета И так далее Это здорово Ничего нет Лучше Чем Сарафанное радио А сарафанное радио Будет лучше работать Когда клиентка Придёт и скажет Такой мастер Классный Вот я вот так боялась Она мне так всё объяснила И так всё правильно сказала И я совершенно перестала бояться Вот видишь Какой результат Так что я вам желаю Удачных работ Благодарных клиентов И чтобы Эта благодарность От ваших клиентов Была основана На вашем профессионализме И качественной работе На этом всё Подписывайтесь пожалуйста На наш канал Потому что у нас Очень часто Много всего интересного До встречи Пока